Опять у меня целая мастерская, все в стадии заготовки. И вот в каком-то иностранном фильме я увидела, что добавляют никак не пенопласт, а вермикулит, перлит, но не могу я себе позволить, поэтому добавила пенопласт. Мне не понравился процесс с пенопластом. Нет хорошего сцепления, поэтому вот эти все кусочки, которые отломились, они крепкие и я хочу тоже придумать какую-нибудь вазу. Здесь их у меня много, но пенопласт больше использовать не буду. Этот горшок был, ему уже довольно много лет, и я его обтянула тканью с раствором и добавила такие скульптурные положения. То есть у меня ничего не пропало. Можно было бы конечно выкинуть все части, все кусочки. Я делала вот и такое кашпо. Видите, это ткань и раствор цемента с песком. А вот это мне конечно техника понравилась. Возможно, если вы делали торт муравейник, то это что-то похожее. Печем коржи, потом их ломаем и накладываем друг на друга. Вот точно так же и сделано. Оно еще не высохло. Видите, его надо досушить. Будет сохнуть во дворе. У нас очень жарко. Живу в Молдове. И, конечно, для моих любимых растений, думаю, мастерскую не стоит заканчивать. Каждый раз получается что-то новое. За ночь кашпо высохло. Выглядит вот так. Теперь только его декорировать. Будет оно выглядеть совсем-совсем по-другому. И радует меня то, что не пропало ни кусочка. Все я использовала. Опять начинается моя покрасочная мастерская. И здесь у меня грунтовка выглядит вот так, как белое молочко. Это клей ПВА с водой. И необходимо нанести на все поверхности эту грунтовку. Для дальнейшей работы мне понадобится водоумальсионная краска. И хочу я покрасить эти уличные кашпо в черный цвет. Поэтому приобрела вот такой колер. Вот он. Если краска густая, вот так, как у меня, ее, конечно, надо разбавить. И буду разбавлять я ее клеем ПВА с водой. Краска должна быть как жидкая сметана. Все зависит от того, какой черный цвет мы хотим. Сразу много не стоит наливать. Лучше, конечно, потом добавлять цвет. А какая красота получается. Посмотрите, какие разводы. Супер. У меня получился такой цвет. И сейчас только осталось нанести. Красить, конечно, надо в перчатках. Потому что, видите, и руки попачкала. Нанесла белую краску. И для оттенения черного от белого хочу нанести вот этот блеск. И вот так вот хочу нанести по краю. Пока краска не высохла, хорошо ляжет этот блеск. Идея такой отделки тоже пришла спонтанно. Остались вот такие кусочки. Не было сцепления между цементами. Целое кашпо мне пришлось разбить. А потом намешала с цементом. И начала приклеивать. Хаотично. А здесь ткань. Ткань, потому что кашпо тоже совершенно... Уже было непригодное только выкинуть. Ну а выкидывать я не люблю. Я всегда что-нибудь придумаю. Ну и вот такой акцент у меня получился. А уже когда буду наносить на эту поверхность, подсохшую, и на вот эту лак, здесь, конечно, тоже я воспользуюсь... Видите, эти шероховатости. Их надо оттенить, чтобы тоже придать рельеф. Но пока надо дать изделию подсохнуть. Пока получилось вот так. И теперь, после того, как просохли изделия, необходимо покрыть их акриловым лаком. Лак по мере высыхания приобретет бесцветную поверхность. Немного движений и замухрышка. Старый, страшный горшок превратился в королеву ночи. Вот она, звездная ночь, Млечный путь. Можно найти разные созвездия. Вот такая вот красота у меня получилась. Да, можно было оставить белое-черное без этих блесток. Но очень уж мне захотелось добавить. Видите, и если не в ярких лучах, то тоже виден Млечный путь. Так что горшок мой называется «Королева ночи». Замухрышка превратилась в красавица. Вот он, Млечный путь. Видите, какая красота. И всего немного материала. Старая ткань, старый горшок, кусочки. Это у меня получился бетон. Все наклеено. Блеск и акриловый лак. И получается вот такая красота. А сейчас я установлю сюда растение. И вот в это кашпо установлена красавица Карделина. Но если внимательно присмотреться к Карделине, можно на Драцену, на Юку. Но есть отличия. И об этом у меня будет фильм. А сейчас я вам покажу Карделину без этого красивого кашпо. А сбоку, видите, произведение искусства трехэтажного. Башная башня. Про нее у меня тоже будет фильм. И вот это же растение, но без кашпо. Да, растение шикарное. Но в кашпо, мне кажется, оно выглядит лучше. А как вам кажется? Напишите в комментариях. А о Карделине у меня будет отдельный фильм. И какое растение не установить. Все растения будут смотреться прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...